Например, Россия по-прежнему остается в числе тех стран, так называемый список семи, по которым Пентагон может нанести ядерный удар. На ваш взгляд, почему в отношениях США и России происходят такие резкие перепады? Ну, я не испытывал никакой эйфории по поводу того, что произошло в наших отношениях после 11 сентября, хотя и приветствовал вот такое существенное российско-американское сближение. Поэтому я не думаю, что происходят какие-то существенные спады. Они, вот эти вот проблемы, которые возникают в наших отношениях, они вполне естественные. Жалко, что мы их не разрешили раньше. Я думаю, что, может быть, даже более важно, чем вот утечка относительно того, что мы в числе, так сказать, целей находимся Пентагона. Это такая тоже старая проблема и взаимная, я бы сказал. Более важная, например, проблема – это появление американских военных в Грузии для проведения антитеррористической операции и вообще, так сказать, расширения американского военного присутствия на территории бывшего Советского Союза. Господин Коэн, как вы считаете, почему около половины россиян, согласно последним вопросам, считают, что никаких изменений в российско-американских отношениях не произошло. Другими словами, всё осталось так, как прежде, как было до 11 сентября. Я считаю, тут два момента. У старшего поколения, как сказал комментатор ОРТ, сильны стереотипы советских времён, а у молодых свежо в памяти нагнетание антиамериканских сентиментов во время войны в Косово и вообще, так сказать, несколько антиамериканская направленность последних лет Ельцинской администрации. Я думаю, что Владимир Владимирович Путин совершил большой политический, внешнеполитический прорыв, однозначно ориентируя Россию на участие и сотрудничество со странами Запада и Соединёнными Штатами. Я думаю, что он оторвался очень от мнений, бытующих сегодня среди среднего звена российской бюрократии, среди многих экспертов и журналистов, понимая, каково будет противостояние в ближайшие годы и десятилетия 21 века, а именно противостояние против радикального экспансионистского исламизма с одной стороны и более цивилизованных стран, включая Россию, с другой стороны. Мы прерём нашу беседу буквально на пару минут. Сегодня эксперты и политологи делают самые разные прогнозы. Как будет дальше развиваться ситуация в мире? Это касается и антитеррористической операции, её новых этапов и отношений между государственными партнёрами по коалиции. Тему продолжит Антон Верницкий. Неоднократно повторяющиеся после 11 сентября высказывания президента Буша о тотальной войне против терроризма уже с первых дней антитеррористической операции против Усама Бен Ладена и талибов в Афганистане настраивали на некое победное шествие США и союзников по земле. Хотя бы потому, что по логике не могут международные террористы все скопом скрываться в одном месте на планете, в Афганистане. А потому оптимисты считали, что сразу же после Афганистана США и их союзники должны начать крушить терроризм и в других местах земли. В массы был даже запущен оборот, ось зла, куда американские эксперты внесли Ирак, Иран, Северную Корею и заодно и неустойчивые с точки зрения США страны Ливию и Сирию. Пессимисты, правда, склонны были считать, что в Афганистане союзники по борьбе с терроризмом могут увязнуть на многие и многие месяцы, если не годы. Несмотря на массированные бомбардировки и подкуп лояльности вождей пуштунских племен, число тех, кого считают террористами, убывает не так стремительно, как хотелось бы тем же Соединенным Штатом. Существует и третий вариант развития событий. Продолжая ни шатко ни валко антитеррористическую операцию на территории Афганистана, союзники все-таки решат крушить терроризм и в других местах. Эта борьба на два, а то три или четыре фронта в принципе возможна. Тем более косвенные подтверждения этому уже стали проявляться. Вице-президент США Дик Чейни прилетел накануне в Лондон. Британская газета Observer, описывая эту поездку, сделала утверждение, что Чейни прилетел уговаривать власти Великобритании отрядить 25 тысяч солдат на войну с иракским диктатором. Кроме того, Чейни, как и перед началом операции в Афганистане, облетит еще и 11 мусульманских стран, среди которых Кувейд, Египет, Иордания, Саудовская Аравия. Перед афганской операцией подобный вояж был предпринят для демонстрации США руководству этих стран доказательств причастности талибов к терактам 11 сентября. Также Чейни, тогда еще министр обороны, 11 лет назад в администрации Джорджа Буша встречался с руководством стран Персидского залива перед операцией «Буря в пустыне». Небольшой по сравнению с Афганистаном и тем же Ираком, куда, если верить слухам, собираются 25-50 британских военных, фронт борьбы с международным терроризмом вполне может быть открыт и в Панкистском ущелье в Грузии. Ведь несколько сотен американских инструкторов как раз намерены обучать грузинский батальон борьбе с террористами. И вот уже сегодня, выступая на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, Джордж Буш сказал о начале второй фазы войны с террористами. Цитата. «Америка ожидает, что везде в мире правительства помогут удалить террористических паразитов, которые угрожают их собственным странам и миру во всем мире». Антон Верницкий, ОРТ. Мы продолжаем беседу с нашими экспертами. Андрей Фанасьевич, ряд экспертов считает, что после событий 11 сентября американская администрация получила карт-бланш на любую политическую стратегию в абсолютно любой стороне мира. На ваш взгляд, насколько оправдана такая точка зрения? Ну, она, я думаю, не совсем оправдана. Конечно, во многом у администрации руки развязаны. И более того, не только политические, за счет, так сказать, собственных решений и двух решений Совета безопасности ООН. Но и за счет того, что сейчас администрация получает в свои руки огромные, конечно, дополнительные финансовые ресурсы. Нельзя забывать о тех увеличениях и оборонных расходов, и расходов на внутреннюю безопасность. Есть огромные ресурсы, которые Америка сегодня готова и собирается использовать. Но, конечно, далеко не в каждой стране она способна это сделать. Есть целый ряд стран, которые, с одной стороны, поддерживают США в антитеррористической коалиции, в антитеррористической борьбе, как, например, Китай. Но вряд ли мы можем представить себе проведение антитеррористической коалиции.